Бьешь, как девчонка. Главное, что женщина. Мы сказали, что вообще-то это наш папа. И это даже не тренер. На завтраке встретили ребят с автоматами. На Филиппины я лечу, блин! Нас спалили. Палимся. В преддверии футбольного, не побоюсь этого слова, мундиаля, учебно-тренировочный центр Новогорск превратился в неприступную крепость. По периметру зенитки в кустах пулеметчики на крыше снайпера. Но не футболом единым, как говорится, жив наш спорт. Именно здесь, в Новогорске, женская сборная по баскетболу 3х3 готовится к Кубку мира, который пройдет в Маниле на Филиппинах, стартует 8 июня. Чтобы не мешать тренировочному процессу в святой и святых подготовке баскетболистов в баскетбольном зале, надо всегда соблюдать полную тишину. Три, две, одна. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Здравствуйте. Почему ветераны приходят на площадку после молодежи? Я не знаю. Вот те, кто еще не пришел. Вы договоритесь, что те, кто 23, они первые заходят? Нет. Вопрос вот по этим цифрам. Для чего они здесь? Ниже метра 70 в зал не запускаются? Я думаю, это не для нас. Здесь еще какие-то обозначения. Я знаю. Есть 90, 60, 90. Значит, здесь от метра 70, здесь не шире в плечах 60 сантиметров, ну и, соответственно, в талии тоже. Подходишь, подходишь, и там я тоже подходишь. Все, что на душе. Ой, хорошо-то как на душе. Почему? Ну, потому что подготовка идет, мы тренируемся, покушали вкусное на завтраке. Почему те, кто играет за сборную, до 23 лет приходят в зал первый? Ну, потому что молодые. Им надо подготовиться, чтобы, вон, все бедные, бедного доктора атаковали. А мы уже старенькие, у нас все в порядке. А как подготовка проходит? О, прекрасно. Еще один ударный цикл, и все будет хорошо. Мы выживем, надеюсь. Скажи, пожалуйста, меры безопасности, которые сейчас предпринимаются, они как-то влияют на подготовку? Ну, учитывая, что тебе с утра заходит собака в номер, и все начинает нюхать, то как бы нет, вообще нет. В принципе, вопрос только один уточняющий. Собака сама дверь открывает? Или вместе с ней еще кто-то заходит? Или как бы хозяин стоит в дверях? Вместе с хозяином. Они заходят, начинают все проверять. С оружием собак? Да нет, конечно. Просто собачке хватит. Ну, это ненормально. Прям по кровати, по тумбочкам? Ну, просто она начинает везде нюхать, шарить. То есть, если что-то не доедено вечером? Мы такое не оставляем. Никогда не откладывай на завтрак то, что можно съесть на ужин. Конечно, именно так. Говорят, ты бросаешь не хуже Коби? Коби? Коби. На Филиппинах сейчас зима или лето? Лето, конечно. Но у них круглый год лет. А-а-а. Тогда да. Пять минут полет нормальный? Я лечу, лечу. Отлично. А куда летишь? На, на, не знаю. В Манилу, на Филиппины. На Филиппины я лечу, блин. Я не мог не спросить, для чего это упражнение? Сама не знаю. Для чего это упражнение? Вопрос. Никто не знает. Тренер сказал, что если на подушке легко, то можно делать на мяче. Ну, я даже не встану на него, мне кажется. Да, легко. Сейчас вот закончится. Прыжков. Естественно. Баланс на уровне. Вот раньше, давно-давно, лет 20 назад, можно было разворачиваться, локти расставлять широко. Ну, и если там попадался чей-то нос или зубы, это не считалось нарушением правил со стороны нападающего. В баскетболе 5 на 5 это уже отменено. Нельзя лишний раз локоточками махать. Вот в баскетболе 3 на 3, как правила действуют и, соответственно, как арбитры относятся к расставленным локтям? Мне кажется, они относятся спокойно, потому что, если ты даже играешь в защите, ты можешь спокойно сфалить тот фол, который тебе в 5 на 5 свистнут, и могут даже сказать, что это не спортивный, то там на это даже не посмотрят и не обратят внимания. То есть ты можешь играть очень жестко. И не важно, в нападении или в защите. Ты можешь с локтями, не знаю, с кулаками, с коленями, с зубами, со всем чем только можно. А ты как-то оттачиваешь вот это умение поворачиваться с локтями не для того, чтобы ударить, а просто повернуться с локтями, чтобы удачно, удобно атаковать? Нет. Ну, и как бы, ну, нету такого. Ты как играешь, играешь. Это не важно. Я не играю, допустим, грубо. Мне лучше, я буду профессионально играть. А желание есть? Ну, когда тебя раз в 10 ударят, конечно же, появляется, и ты сама того не хотя начинаешь показывать свои зубы и добавлять локти. Может быть, на тренировке попробуешь? Нет, своих нельзя бить. А чужих? Говорят, бей своих, чужие боятся будут. Я сейчас чужих найду, которые... Да, хорошо, договоримся. Играем жестко. А что? Баскетбол. Я буду сейчас играть роль мужиковато-американки, которая будет жестко защищаться. Разрешено делать все и очень жестко. Поэтому, для того, чтобы не сберечь свое лицо, я обручаю вот эти шикарные налокотники. Это было очень жестко. Вот так. Просто я понимаю, что... Мне в кадре работать. Правильное лицо нужно беречь. Таким комплектом работают защиты. Бьешь, как девчонка. Я держу удар. Я американка. Отлично. Вы играли? Да. Я не люблю колесить людей. Я люблю просто играть. А если приходится, если это ситуация? То тогда пожестче. Все для команды, все для победы. Естественно. Это нужно. Солнце, ветер и вода – наши лучшие друзья. Именно с такими словами теперь выходят на площадку девушки, возраст которых в официальных протоколах именуется как Ю-23. Впервые в этом сезоне стартует турнир Лига наций ФИБО 3х3, участие в котором принимает и наша сборная. Турнир пройдет во Франции. Я слышал, что старшие девчонки, которые на сборах присутствуют, они вам преподают уроки такие жесткие игры. Да, такое есть. Мы уже сыграли с ними одну партию 3х3 и уже почувствовали, как это именно толкаться под кольцом и то, что не дают фолы такие вот какие-то легкие. Это надо терпеть. А кто победил, раз вы играли? Мы сыграли 3 партии и одну выиграли мы. Молодцы. Одна – это тоже хорошо. Что скажешь по ощущениям от уличного баскетбола? Ну, от уличных хотя бы пока тренировок на улице. Я всего тренирую сегодня шестая тренировка. У меня я приехала не с начала сбора. Первый день мне было очень тяжело. Мне было некомфортно, я не могла привыкнуть, потому что на самом деле это очень разная игра 3х3, 5х5. Сейчас я более-менее уже вкатилась в эту игру, и я уже чувствую себя хорошо. Какие задачи на Кубок мира? Ну, после того, как мы выиграли чемпионат мира, чемпионат Европы, в принципе, других задач, как победа у нас настоит. Поэтому будем готовиться. Сложный вид спорта, который тяжело прогнозировать, но победа в каждом матче. Там посмотрим, какое состояние физическое, психологическое будет, чтобы не было травм. Будем стараться побеждать. Какие-то сложности в организации сборов были? Нет, вообще никаких сложностей. Мы готовимся на лучшей базе. У нас под рукой тренажерный зал, баскетбольный, медицинский центр. В этом году все, да впрочем, как и все предыдущие годы, никаких сложностей, все максимально профессионально. Поэтому девчонки, с учетом того, что они у нас все достаточно высокого уровня, из премьер-лиги, несколько человек из супер-лиги. Для них такие условия наиболее привычны. Поэтому, в принципе, они очень быстро адаптировались. Это большой плюс. В связи с чемпионатом мира по футболу, здесь усилена мера безопасности. Как девушки начинают свой день? Ну, вот сегодня они начали, что на завтраке встретили ребят с автоматами, которые вскрывали потолок и что-то искали. Ну, беспрецедентные меры безопасности в Новогорске. Где вы берете лед? В той комнате. Там специально. А вы попробовали? Попробую. Взять лед или постоять здесь? Нет. Потому что вы не тренировались. Я сейчас на... Кто не тренировался? Мы сейчас индивидуально с Анастасией Лагуновой отрабатывали. Значит, мы не тренировались. Я могу сказать, что очень много вещей есть, которых вы не видели, но они существуют. Какие, допустим? Земля круглая. Все, я выхожу. Что здесь происходит? Как вы называете это состояние? Супер. Самое лучшее состояние, кстати, на самом деле, после тренировки. Что здесь? Женские ножки с синячками. Вообще супер. О, не в яблоках. Ко, не серый. Ребцкий. Ушат холодной воды на голову отрезвляет. Ноги в холодной воде. Позволяет успокоиться и расслабить мышцы после напряженного тренировочного дня. Программа «Здесь баскетбол» с горящим сердцем и холодными ногами была на выезде. В Новогорске. По тренировке сборной России. Баскетбол 3 на 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова